Азербайджанская армия в период 44-дневной отечественной войны написала новую историю. Азербайджан одержал яркую победу благодаря самоотверженности и доблести таких героев, каким был Эль-Мадзин Джафаров. 33-летний прапорщик Эль-Мадзин Джафаров – первый шехид из села Шурабад Хузинского района. 8 октября, во время боев за освобождение Физулинского района, он вознесся на вершину шехидства. Тело нашего шехида было вывезено с территории района спустя 20 дней и 30 октября он был похоронен в родном селе Шурабад. По словам матери шехида Захары Джафаровой, с самого детства Эль-Мадзин проявлял интерес к военному делу и достиг своей мечты. Захар Джафарова вспоминает свой последний разговор с сыном. Это было 7 октября. В 7 часов 35 минут вечера раздался телефонный звонок. Не знаю почему, но я обернулась и посмотрела на часы. Оказалось, что это был мой последний разговор с сыном. Я снова спросила у него о ситуации на фронте. Он ответил, что все отлично. Я поинтересовалась у него, может в чем-то нуждается. Он ответил, что ему ничего не нужно, он хочет только победы. Это были последние слова моего сына. Он хотел только победы. Отец шехида Гумба Джафаров с гордостью рассказывает о любви сына к родине. Он так сильно любил родину, что как только возвращался с работы домой, сразу брал в руки телефон и с большим интересом рассматривал военную технику, наблюдал за боевыми действиями. Я звал его садить за стол, обедать будешь, потом посмотришь. А он отвечал, подожди отец, дай посмотреть. Нередко он так и засыпал с телефоном в руках. По словам боевого товарища Амиля Юнусова, Эль-Мадзин спас несколько раненых солдат, вынеся их с боли боя. Во время очередного задания вместе со своими боевыми товарищами он стал шехидом. Вечная слава, вечная память героям Азербайджана. Мы благодарны вам за победу. В Азербайджане интенсивно продолжается процесс оплаты ипотечных кредитов военнослужащих, погибших в отечественной войне, а также военнослужащих, получивших соответствующую группу инвалидности вследствие ранений. Об этом говорится в сообщении Ассоциации страховщиков Азербайджана. Ипотечные кредиты, предоставленные по линии ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана, погашаются страховыми компаниями, функционирующими в сфере страхования жизни. До сегодняшнего дня полностью погашены ипотечные кредиты на сумму 3 млн 235 757 монатов. Также до сегодняшнего дня наследникам 1053 шахидов и 4 119 раненым военнослужащим предоставлены страховые выплаты на сумму 18 109 850 монатов. Проводятся необходимые следственные мероприятия в связи с противоправными действиями в отношении азербайджанских военнослужащих. Как передает канал 13, об этом говорится в сообщении Гимпрокуратуры Азербайджана. Отмечается, что после анализа ряда видеороликов, проведенного Генеральной и Военной прокуратурами, было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской республики по каждому из фактов убийства пленных и обезглавливания их, запечатленных в распространившихся видео. Несмотря на то, что Гимпрокуратура два раза официально заявляла о возбуждении уголовных дел по вышеуказанным фактам и продолжении оперативно-следственных мероприятий, направленных на привлечение виновных лиц к ответственности и выявлению других лиц, противоположная сторона не сделала никаких заявлений по указанным фактам, и это говорит о том, что указанные преступления не расследуются правоохранительными органами Армении и руководство этой страны и впредь не намерено предпринимать каких-либо шагов для наказания лиц, совершивших преступления. Генеральная прокуратура Азербайджанской республики считает, что правоохранительные органы Армении должны провести расследование в соответствии с требованиями норм международного права в связи с преступлениями, совершенными военнослужащими своей страны и обеспечить предоставление подробной информации мировой общественности. Армения и Азербайджан в очередной раз обменялись пленными в рамках трехстороннего соглашения по Карабаху. Сегодня в целях реализации трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года осуществлен обмен пленными между Арменией и Азербайджаном. Двое находившихся в плену азербайджанцев доставлены в Баку четверо армян в Ереван при личном посредничестве командующего российскими миротворцами генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, говорится в сообщении Минобороны России. За годы оккупации армяне разрушили все исторические культурные памятники в Шуше. Об этом, как передает канал 13, говорится в публикации на официальной странице в Твиттер постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО. В азербайджанском городе Шуша не сохранилось ни единого исторического и культурного памятника. По предварительным оценкам, в городе было разрушено один из мечетей, отмечается в сообщении. Завтра в ходе встречи в Сочи с моим российским коллегой Сергеем Лавровым мы обсудим и ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Турции Мевлюд Чавушоглу. По его словам, на предстоящей встрече с Лавровым намерен говорить о мерах по обеспечению безопасности границ Азербайджана. «Мы обсудим отношения между Азербайджаном и Арменией. Решение относительно границ Азербайджана должно быть найдено в рамках международного права. Мы обязательно обсудим шаги, которые нужно предпринять для этого», — сказал Чавушоглу. Глава МИД Турции, напомнив о подписании меморандума о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, отметил, что на встрече также будут обсуждены задачи и деятельность совместного центра. Если в Армении премьер-министром останется Никол Пашинян, то не удивлюсь, если спикер парламента начнет заседание национального собрания со слов «Салам алейкум». Об этом в ходе брифинга заявил депутат от партии «Процветающая Армения» Геворг Петросян. Он заметил, что своим решением лишить Наиру Заграбян депутатского мандата руководство страны нарушает Конституцию Армении. В Конституции говорится, что перед законом все равны. Если слово «мусор» считается таким глубоким оскорблением, то почему соответствующие процессы не осуществляются в отношении премьер-министра Армении, который использовал фразы покруче? Также лишение депутата должности главы парламентской комиссии может осуществляться в том случае, если истеклить депутатские полномочия человека или он сам отказывается от занимаемой должности. В случае с Наирой Заграбян всего этого не было. Это очередное свержение конституционного строя, подчеркнул Петросян.